монгольский язык ну вообще-то вся группа тоже называется монгольские языки поэтому это как если бы допустим какой-то язык назывался просто славянским языком чтобы вот это вот различить иногда употребляют слова халха монгольский потому что основан на диалекте халха но в общем он действительно такой монгольский по умолчанию потому что самый крупный из монгольских и и государственный язык монголей остальные монгольские не является государственными звуками какой-либо стране отправила не все сейчас существует ситуации два язычей либо китайском монгольское до изучили бы русско-монгольская начал с бурятцы калмыцкий русским 32 чем на а вот могу ли наоборот а многие люди ничего не знают правил монгольского то есть это и нужно выучить другие языки тоже сделает чак такового нету естественно раз государственная 적ров What литература уже сколько уже около 100 лет монгольской государственности естественно много все по написано законы все такое кино телевидение театр и так далее то есть язык точно не находится никакой опасности есть монгольский современный алфавит сорок пятом году великие лицо до того был это самый старый письменный монгольский которым отдельный клип есть ну и получается да что все что написано 45 года они не могут прочитать теперь после 90 годов пытаются зародить старомонгольской письме с как я уже говорил но пока непонятно насколько это успешно то есть государство это поддерживает вот структура гласных в общем такая типичная для монгольских тут ничего такого нету необычного есть долгие есть краткие есть передние передние структура согласных тоже довольно типичная небольшое влияние есть русского языка то есть фрик а согласны встречаются только в русских заимствованиях есть мягкие тут в этой таблице мягкие не отражены есть там правильные мягкие то есть практически любая согласная имеет мягкий вариант свой и этим он тоже сближается с русским языком ударение всегда падает на первый слог сингармонизм такой типичный алтайский сингармонизм вот схемочка по монгольской терминологии гласные заднего ряда ау они считаются мужскими передние и считаются женскими и и считается нейтральным ну вот эта схемка она позволяет запоминать правила сингармонизм то есть кости в предшествующем слоге был допустим мужской то в последующем тоже будет мужской и т.д соответственно получается что суффиксы тоже все имеют все окончания имеются гармонические варианты то есть или женские или мужские как они говорят редукция сильные долгие гласные при редукции сохраняется как правило но они теряют долготу то есть они уникаличные редукции подвергаются краткие гласные подвергаться сильные редукции вплоть до того что практически их не слышно то есть результате того что во первых есть мягкие и твердые во вторых сильная редукция безударных на слух монгольский воспринимается практически как русский и мне кажется что вообще вот русская фонетика с сильным влиянием монгольской получается потому что полотальные эти мягкие везде проведены последовательно и редукция сильное что вообще для зданских не характерно так что тут возможно влияние монгольского на русский было аглютинативный язык но есть одно нарушение например бывают разные основы со звуком на конце и без н там тоже будет парадигма и будет видно то есть море лошадь а море лошади это считается уже нарушение принципа аглютенации потому что снова разные в косвенных поддерживаем другая основа но также в общем как во всех алтайских существительных глагол привлекательное противопоставленное нет урода нету одушевленности из суффиксов нож на числа как в калмыцком доминирует он уже ноут немного сохранился суффикс с например новой собака но с собаки суффикс в принципе это версия суффикса олда и для слов обозначающих родственников и некоторые другие категории людей сохранился нар то есть тут все близко к калмыцкому унификации в основном по суффиксу д произошла вот множество числа ум принадлежностью утрачено там выражение принадлежности через окончание которое староалтайская потому что фактически лишь личная принадлежность выражается притяжательными частицами которые отдельно пишутся то есть распалась вот это как грамматическая категория принадлежности отдельными частицами выражается залоги действительные побудительные страдательные взаимные совместно как во всех монгольских уже это характеризовал и не буду подробно категория вида изучается но спорно если вообще категория вида в монгольском наклонений как обычно много как обычно монгольских изъявительные повелительные волюнтативные желательные предостерегательные то есть на практике это что означает что повелительные наклонение имеет много различных форм в зависимости от степени вежливости того это пожелание или это приказ и так далее то есть вот эти все оттенки они выражаются грамматически как и в японском какого многих других тоже алтайских то есть можно вежливо предложить можно потребовать и так далее все это выразить формами угла предостерегательное наклонение уже писал по моему в бурятском то есть это предостережение чтобы какое-то действие не совершилось она имеет пост позитивную частицу отрицания время как тоже в других монгольских настоящее будущее это одно время а вот прошедших много времен всяких то есть допустим есть недавно прошедшее время которое выражает действие которое недавно произошло потом из давно прошедшее время значит давно действие произошло и только сейчас о нем стало известно заведомо прошедшее время это действие давно произошло о нем все знают и тут есть оттенок что мы напоминаем в этом действие то есть или сами вспоминаем также в общем и другие различные формы есть пример прошедший при части прошедшего времени на сам если мы функции скажем употребляем то но законченное прошедшее выражает то есть перфект я прочитал допустим беном он же сам я прочитал книгу отрицание тоже несколько принципе уже на материале тоже калмынского говорю что много отрицанием монгольских парадигмы вот складе изменения существительного то есть один тип галлютинативной нормальный то есть не меняется основа просто добавляются окончания которые меняются после гармонизма и вот уже тип такой более менее фриктивный то есть разные основы допустим море выменить на падеже ложить без in море на это уже идет с ним то есть чередование основы уже распада лютенации считается ну изменение глагола просто происходит за счет добавления этих самых окончания лютинативных поэтому смысла нет тем более уже не других монгольских многократно разные таблицы как они образуются 2 сказуемое помещается в конце предложения общал тайская черта которые здесь тоже наблюдается ничего такого особенного нету сложное предложение сложно сочиненные сложно подчиненные сложно сочиненные обычно идут без союза просто через запятую хотя союза есть но это как бы так книжная речь считается в общем ну и в татарском тоже ерунда а сложно подчиненные как правило выражаются где причастны причастны оборотами то есть союзов алтайские языки не любят и в монгольском это тоже точно так же проявляется как и во всех тайских практически по лексике много тюркской лексики то есть вот секундским как бы все-таки образует они что-то типа языкового союза то есть и куска много монгольских слов монгольском и борецского много тюркских слов через и гуртки который бирский попало много греческих арабских слов и санскрита как уже описывали также в колбицкий и далее пошло второе влияние санскрита когда они приняли буддизм через тибетские пошли тибетские санскритские слова уже относящиеся к религии но и не только то есть есть определенный там санскрита но сильно искажённым, допустим, эрдена, драгоценность, это было санскритское ратно. Так, если слово посмотришь в монгольское, не узнаешь, что оно на самом деле санскрит или греческий. Через манчжурский попали различные военно-административные термины, потому что какое-то время не были под манчжурами. Через китайский попали всякие слова типа капуста, то есть хозяйственно-экономические. И, естественно, современный монгольский под сильным влиянием русского, как и прочие монгольские языки. Почти все, и тем более находились в сфере влияния СССР. Есть диалекты, не буду характеризовать, но вот это вот самый главный такой монгольский по умолчанию.